приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова вы просили меня кратко показать всю коллекцию все что есть в распиве люкс и какой-то более дорогой сегмент то есть ниша селектив я сейчас постараюсь для вас снять такое видео ибо именно этой информации не хватает на моем канале как я понимаю потому что многие задают постоянно мне вопросы а что есть в распиве что есть в распиве на самом деле все я делюсь абсолютно всем что есть у меня в коллекции и так давайте приступим вот эта полочка с люксовыми ароматами некоторые бюджетный люкс я сейчас отсюда брала потому что планирую снять видео похожих ароматах но это в общем не существенно основная коллекция тут два аромата от эсти лаудер совершенно потрясающий правит коллекция мне очень нравится внящая очень красивая снежная тубероза тубероза гордыния если вдруг не видели как выглядит именно эта коллекция сейчас мы с вами откроем такая красота хрустальная мне кстати нравится эта упаковочка она лаконичная и очень интеллигент еще один аромат который я люблю и иногда от не отдыхают него иногда снова к нему возвращаюсь это пляжи с я частенько дарю его просто в подарок за приобретение от левантов нишевые парфюмерии которые мне безумно понравились я с удовольствием их нашу тубероз нуар это чуть-чуть в стиле вот этого самого аромата специальных рядом поставила это zara коллекцию коллекцию джо малон так что очень знаменитый парфюмер тут поработал и это ощущается и аромат который лично мне понравился гораздо даже больше нишевой парфюмерии на тему пачули таких прохладных пачули свежих и зеленых недушных не шоколадных а тех которые на лето хороши флер д пачули вот это два аромата джо малон для zara если вдруг не знали да можно заказать на их сайте можно вот левантах у меня попробовать гелов нау такой знаете веселенький el sap аромат про орешки миндальные но не слишком яркие в общем такой весенне-летний единственный который у меня остался back to paris выжил от азенберг один из самых ярких ароматов если вам не хватало яркости и стойкости в азенберг то обратите внимание на него невероятно красивые фиалки сирене и что-то такое знаете волшебно-парижская очень приятный мой любимый ангел и демон классический от живанши спландиды булгари жесми нуар потрясающий вечерний аромат очень красивый с горчинкой в меру такой вот знаете именно интеллигентный в меру и безумно красивые ирисы это спландида булгари ирис де ор чуть-чуть бликует и он к сожалению уже снят увы но у меня вы можете заказать его еще вот ливан мюглир эллиан мне нравятся два варианта туалет самый для меня такой вот вариант нежный и приятный и sublim или он это вариант знаете чего как будто бы десерта припорошенного лепестками же с ним конечно же angel nova красивый розно пион на мускусный аромат розы я там практически не чувствую просто она там заявлено малина и пионы вот что все что я в нем чувствую он в форме звезды красный уже снят безумно жаль лексир манифеста от и в сен-лоран потрясающий аромат флакон которого тоже сейчас вам покажет такая красота авангардная красота но что-то здесь есть и классическая действительно безумно красивый аромат до сладкий для любителей сладкого может чуть придушить поэтому наносить исключительно один пшик но красивое оформление смотрите какое и это действительно манифест свободно уверенной в себе женщины но очень красивый такой знаете вот это пудровые цветы я бы так его охарактеризовала но с какой-то изюминкой которую сразу же узнаешь то есть он незабываемый я буду жалеть о нем когда он закончится но все равно делюсь because it's you emporia armani один из немногих которые мне еще мужская версия у них понравилось я ходила ходила слушала а это малина в коньяке до вкусный на зиму замечательный и вот такой armani coat но это мужской аромат исключительно для мужчин как мне кажется хотя многим нравится это цитрусы яркие ядра и яркие цитрусы люблю нежной любовью отжимал не знаю почему многие вообще они ничего не слышали но и волк silver edition для меня это какао цветы в какао кстати необычный флакон сейчас покажу вам его вот такая красота любителям цветочных ароматов с нотой какао хотя она тут и не заявлено тут бабы танка вот так они играют здесь стойкость хорошая даже очень иногда даже слишком обратите внимание это такая вот бюджетная ниша и еще один аромат давайте вам тоже его покажу это тоже отжимал аромат который я для многих открыла и не знаю почему они у меня знали многие мне написали жанна вот мы приобрели и мы в шоке насколько он интересный написали в шоке это не моя терминология словно пирог с вишней с какими-то вот такими темными ягодами и с шоколадом и какой-то дымок здесь есть ну такая интересная нишевая композиция вишневая для меня абсолютно вишневая вишня в шоколаде я бы так сказала безумно вкусный безумно что выжила у меня что-то подарила что-то продала в остатке во флаконе и это обратите пожалуйста внимание на этот бренд многие о нем просто не знают шикарный дымный чуть горьковатый вкусный куда-то уходящий знаете куда скажу вам сейчас том ford черная орхидея вот оттуда некоторые нотки но в отличие от орхидеи я его могу носить к юр это такая вкусная кожа этого что она превращается в чернослив к юр это для меня чернослив и такой прямо сочный сочный сладкий с легкой кислинка на общем натуралистичный чернослив или аромат про фиолетовые цветы такой задумчиво грустный и очень интеллигентный красивые если любите все фиолетовые фиалки ирисы в общем все вот такое немножко гиацинтовая даже то обязательно обратите на него внимание и тут у меня два аромата от лалик это пока все что мне нравится несмотря на то что многие используют как раз и самую известную люксовую линейку от нее в восторге мне кажется она немножко без характерный но это мой вкус энкренуар это аромат черные чернила мужской но я считаю его абсолютной почти абсолютной копией сикамор от шанель мне это действительно так красивый темные чуть грустный чуть перченый и действительно с ноткой чернил и очень-очень красивая сейчас мы с вами его достанем он был в коробочке тоже но мне и помяли при перевозке я заказывала своих друзей к сожалению они много чего и для себя тоже везли энкарно лалик черные чернила пир эль ох какая же красивая здесь роза грустная чернильная и она не выдается это не розное масло она такая богатая такая красота если есть возможность обязательно потестируется ну и конечно же могу поделиться отливать два аромата от бренда виктор андральф вот такая версия flower due воздушный какой-то облачко знаете слегка мускусная цветочно-пудровая облачка приятный аромат фильм форме бомбочки и знаменитый уже аромат но это тоже версия бон-бон аромат виктор андральфа в форме бантика красивые вкусные сочные бордовые такие почти черные ягоды насыщенный аромат сладкий прият good girl gone bad туфелька классическая самая моя любимая но тоже с ней аккуратно нужно быть но очень стойки очень радость дольче н габбана вы там сразу несколько флаконов стоит этот он лиланки и черный кофе без молока до вкусные немножко как будто бы с коньяком интересный аромат но больше мне даже нравится именно мужская версия потому что здесь есть дымность чуть-чуть как будто бы табачность и вкуснейший или виски или коньяк что-то такое с полной базы дэван то есть дольче габбана ван версия мужская кувшинки аромат дольче про кувшинки прохладные и такой немножко звенящий но может обмануть он очень стойкий так что много наносить его не стоит не сладкий классический диван у меня закончился и осталась версия барокко она еще более дурманища густая очень красивая и здесь конечно шедевральный флакон ностальгически любимый слойник кинзон джангл аромат достойное внимание если любите специи какие-то ароматные палочки ну и конечно же флакон его все помнят я снимала отдельное видео с моими впечатлениями об этом аромате распаковку так что загляните кому интересно дьючь арабская парфюмерия марьяш красивый аромат унисекс как я считаю унисекс мазкина той бой безумно не напоминает от аромат от делина парфюм с д марли а вот он как раз у меня есть так что я как я знаю о чем говорю отживали тут бедному все кисточки несчастный стоит тут кстати несколько уже миллилитров осталось по моему миллилитров 20-30 кто хотел попробовать успейте и вот этот мазкина той бой он конечно же чуть более мускулинный немножко конечно игрушечный такой аромат для мужчин не знаю кто пользуется из мальчиков напишите и шикарнейшая версия которая по моему уже снята с производства мазкина так он и называется и мазкина мазкина называется это туалет но это такая сшибательная туалетная вода это навсегда знаете вот вы нанесли выходите с одного пшика целый день это великолепнейшая пудра которая мне напоминает столик джулии ламберт то есть старинная очень красивая богатая дорогая пудра те кто брал от ливана сказали ну вот мы даже такого ни разу и не пробовали и не надеялись уже найти за адекватную цену пишут что в стиле шанель номер пять но я не люблю альдегиды здесь нет их но действительно возможно есть какая-то нотка найти альдегиды без альдегидов не раздражающий красивый классический вариант шикарная дорогущая пудра что у меня осталось все что осталось от нарцисса родригес это амбра которую я с удовольствием ношу великолепный аромат в меру сладкий мягкий мягкая такая пудровая амбра красиво и будем на передний край нашего нашего фронта парфюмерного дейка стель божак и это аромат про чистое белье хрустящее только что постиранное здесь миндали для меня это как аромат для дома для белья кондиционер с миндалем если такое любите ароматы чистоты то обратите внимание кстати здесь симпатичная очень упаковка если будете кому-то заказывать подарок то мне кажется это хороший вариант который многим может понравить и это диорадик тшайн к сожалению снятый редкость и аромат который как мне кажется воплощением является женственности свежести молодости здесь малиновая какая-то явно нотка присутствует и пушистый такой облачный аромат на классической тем не менее диоровской базе дорого звучит комплементарный красивый все кто ценит классику от диор пожалуйста пишите я с удовольствием поделюсь видите сколько еще осталось уже вы его не найдете я боюсь что подделки сейчас будут продавать просто потому что он быстро был снят это лимитка которая кстати произвела фурор и и очень любили я не знаю по какой причине сняли ну да вот эта красота пока еще у меня есть такое малиновое облако и конечно же аромат который возвращается ко мне снова и снова я снимала распаковку dior dolce vita муж сказал что вот это запах очень состоятельных женщины я думаю что можно с ним согласиться описывать его совершенно бессмысленно как мне кажется здесь присутствует легкая горчинка и невероятно красивый букет цветов на какой-то хрустальный так очень летучий базе он комплементарен и его я бы советовала на какие-то официальные торжественные приемы надевать собственно так и его и используя до туалет от шанель снова тестировала на мужа это как нам уже на себя нанесла и спросила его что он думает он сказал аромат королевы современной королевы ну то есть тут добавить нечего да он немножко абстрактный чуть более абстрактный чем я привыкла но все-таки это не номер пять который я совсем не могу носить потому что не могу в нём уловить и ничего живого а вот это да какой-то запах твида чуть кожи и где-то рядом стоят букет цветов свежих приятный безумно приятный тоже делюсь им конечно же коко мадемуазель шанель депарфам всегда со мной отдыхаю от него потом снова возвращаюсь потом опять отдыхаю и приобретаю небольшие вот объемы но тоже им делюсь так дольче витам не подарили валентина я как-то спокойно по отношению к нему мне кажется он не очень серьезным не соответствует рекламе герлен это аромат аль аппетит ропнуар то есть это такое коктейльное платье вечернее аромат про вишню устую вишню не в коньяке а я бы сказала в каком-то женском ликер и таком чуть шоколадным безумно приятный это кстати лимитированная версия я сейчас вам покажу флакончик мне он нравится даже больше чем классический потому что он чуть знаете какой-то бунтарский и он непрозрачный можно вот так прямо поставить на туалетный столик будет украшением красивый аромат густой сложные и так красиво раскрывается нежно чуть запудриваться не душный и прелесть так конечно же а поэма от ланком всегда со мной вот его и дольче вита вот так наверное ну и вот 3 я надеваю на мероприятие и ароматы хранятся у меня вот так в коробочках поскольку они продавались наборами и и вот сейчас уже нет у меня отдельно упаковки великолепный очень мягкий корр лавра щас вот такой красивый аромат ванильный опять же он не не слишком душащий и этот аромат можно носить каждый день если вы любите кофе с какими-то сладкими топпингами но он тоже такой с горчинкой интеллигентный красивый аромат арабская парфюмерия красивый флакон блюдо шанель это парфам аромат который мне тоже нравится хотя он мужской вроде как да и два аромата от артизан парфюмер еще в старой версии здесь пруф пикант и помян бурлянт аромата два вот этих я готова продать любителям парфюмерии у меня даже был по моему пост о них в инстаграм были некоторые кто забрал отливать и кино вот пока они со мной еще остались если вы любите артизан парфюмер вот в такой оригинальной старинный упаковки еще то они хранились в отдельной коробочке не на свету с ними все прекрасно два совершенно потрясающих аромата от малинар тоже в тему малинар бюджетная ниша аромат роз турки это густая такая очень сочная турецкая роза но она с как будто бы альтегидами что ли но ты что-то там такое есть звенящие что выделяет ее из ряда других роз я согласна что любителям роз обязательно протестировать его нужно потому что может сильно отличаться и вы влюбитесь и и шипра шарнель абсолютно унисексовый аромат шипровый который мне напоминает хороший крем после бритья знаете такой вот дорогой подарок красивый я с удовольствием использую и шипра уже видите сколько у меня ушло это вот я использовал белый шоколад какао конечно же кашарель но вкуснейший аромат надеюсь не снимут гляр энджел классическая звездочка de parfum с удовольствием использую и уже видите половины у меня нет для меня вдруг она неожиданно раскрылась чистыми ананасами сладкими звонкими чистыми ананасами да вот такой творит коротный вирус с нашим обонянием раньше не так часто могла его использовать а сейчас пользовалась даже летом снятость очень большая уже редкость меднает поездом диор у меня половинка еще могу поделиться но тут сложно даже описать это густой медовый гипнотический аромат который как мне кажется повторить пока не смог никто почему сняли загадка не знаю сейчас совершенно обезличена эта линейка просто какие-то сладенькие конфетки а вот этот почему-то отсутствует но видите вот этот красавчик у меня есть замечательно и два аромата от бренда lancome lancome я люблю и уважаю но не все ароматы мне подходят а вот tresor это кофейный аромат густой да я могу сказать что они немножко схожи вот с этим перу прессис но но не видите даже по цвету подходит друг другу но конечно lancome имеет такую базу которую повторить сложно он раскрывает интересно остается пудра кофейная что-то похожее на десерт но на классической базе lancome и вариант который очень в последнее время полюбила это видно это tresor la folia фруктовая база присутствует то здесь нет кофе но ощущение такое что безумно они похожи но здесь именно фрукты такие ягоды фрукты он сочный есть еще некоторые ароматы более бюджетные нишевые здесь у меня стоит ну а дальше уже пойдет у нас с вами в следующем видео чистая ниша ее много гораздо больше чем люкса поэтому это будет уже отдельное видео вот чем я делюсь друзья мои напишите пожалуйста кому это интересно всегда всегда есть подарки к каждому заказу и я буду рада пообщаться с вами в комментариях пишите что есть в вашей коллекции из того что я показала буду с вами прощаться отличного всем настроения желаю удачи ну и конечно же будьте благодарны за то что имеете увидимся и и и и и